всем привет с вами про геймер в этом видеоролике хотел бы рассказать и показать вам как легко и очень просто делать изогнутый текст photoshop и и так что нам для этого потребуется открываем сам photoshop загружаем все необходимые материалы для их обработки у меня будут вот такие вот ленточки сейчас я вам покажу как под каждую из них поместить изогнутый текст то есть вот убираем замочек натыкаем по нему один раз дальше берем любой шрифт и делаем текст то есть вот текст мы делаем дальше control плюс т комбинацию клавиш дальше деформация у вас есть такая сеточка внизу то есть вот и где раздел деформация допустим мы сможем тут сделать волной либо же даже можем сделать подъем то есть подъем подъема бьет больше ставим на выкручиваем примерно на минус 50 и мы поработать с перспективой нажимаем снова control t и с зажатым контролом вот за эти вот квадратики крайне то есть просто перетягиваем его подстраиваем в перспективе наш текст под эту ленточку делаем его более таким изогнутым то есть еще больше так деформируем его специальным под нужные нам размеры чтобы немножко так скажем он попал если немного так не попадает под подъем то есть под режим подъем там и его в перспективе сможем спокойно подредактировать то есть вот дальше тоже самое про делаем то есть я делаю копию на случай того что вот сюда дубликат слоя копия на случай того чтобы сделать под каждую ленточку мне постоянно чтобы текст потом не набирать я лучше буду пользоваться копией и вот что мы делом тут можно в принципе оставить так то есть просто разворачиваем и добавляем и вот так тут даже деформацию можно и не включать то есть вот но вы конечно сможете посмотреть тот что есть ну впрочем то можно ставить и так то есть вот дальше что мы делаем подробнее немножко конечно же в перспективе все это дело и нажимаем на галочку то есть вот включаем нашу копию делаем еще одну копию control плюс j комбинация клавиш и вот как раз таки отключаем тот слой самый первый дубликат мы отключаем и на втором дубликате мы уже как вы видите делаем изогнутый текст сделаем дугой ставим изгиб на пять процентов разворачиваем его уменьшаем чтобы уменьшать относительно центра вам необходимо зажать то есть зажимаете сначала alt и потом еще затем нажимаете shift это уменьшать относительно центром уменьшение то есть вот будет у вас теперь что мы делаем то есть тут в принципе так можно ставить дальше дальше также те же самые действия проделываем и уже подстраиваем под другую ленточку тут можно даже делать так оставить то есть нет смысла даже что-либо еще делать добавлять какие-то изгибы тут в принципе так пойдет вот тут уже подойдет в принципе другой снизу дугой вниз нам потребуется либо же вы также можете использовать конечно же обычную дугу но просто вывести ее значение на минус 10 но рекомендую конечно просто использовать другой снизу так будет более подходящим и дальше в перспективе просто предактируем все это все это дело и никаких трудностей в этом нету дальше то же самое скопировали и делаем тут мы уже делаем обычной дугой то есть самая первая которая нас есть то есть вот дугой может также посмотреть что сделать панцирем вниз также нам подойдет если вы не хотите из-за дугу постоянно можно разнообразится выборе и использовать панцирем то есть все на ваше усмотрение как вам больше понравится как вы для себя вообще все дела запланировали как видите панцирем тут просто не так уже сильно выделяется этот наклон как это будет дугой то есть вот дальше те же самые действия проделаем только ставим другой режим изгиба тут можно поставить аркой попробовать просто вывести значение на под минус просто взять возьмем минус 5 примерно так и подкорректируем по размерам для большего реалистичного вида мы можем потереть ластиком некоторые детальки вот как видите тут можем взять ластик и из краешку подтереть то есть вот нажимаем растрировать если вы не растрировать и вы не сможете пользоваться ластиком на тексте потому что текст вам как будет он векторный векторные объекты нельзя не поддаются ластику в общем-то вот дальше что вы что вам еще в принципе может показать по сути все изгибы они максимально простые если вы хотите изучить полностью их рекомендую вам просто поиграться с каждым из них попытаться что-то поделать для себя так посмотреть что они себя представляют и как бы уже вы примерно поймете никаких трудностей действительно в этом нету вот рекомендую просто юзать в этом плане всего лишь два инструмента первый инструмент изгиб текста и второй это перспектива ничего больше нет смысла и ждать использовать ну и конечно же ластик есть и потерять но это в принципе не обязательно также вот можем использовать довольно интересный изгиб называется он рыбой но не знаю подойдет конечно для этого текста хоть и не совсем подойдет но не суть просто так для примера вам показываю то есть вот уменьшаем опять можно меньше относительно центра можно в перспективе по редактировать как вам только вздумается то есть как вам больше понравится но я рекомендую использовать и так и так то есть юзать больше вариантов тем самым вы для себя будете уже понимать больше в этом плане представлять для себя будьте как делать подобные изгибы то есть вот тут в принципе все очень просто даже никаких трудностей нету езда им тут мы даже можно связать надутый то есть мы его потому что еще не использовали это просто нас такой вот надутый эффект текста будет ну в принципе если выставлять у него довольно низкое значение эффекта вы никакого не видите работает он думаю только на двадцати-тридцати процентах вот дальше что мы еще тут можем сделать то есть вот мы еще не посмотрели конечно же сейчас вот сжатый мы не посмотрели ставим изгиб на 10 процентов и в принципе корректируем то есть все подставляем в перспективе все это дело обязательно подгоняем по тем же самым размером дальше можно уменьшить немножко потому что как видите не влезает но не суть так можно статьи последний вариант то есть просто копируем и вставляем наш последний текст который у нас остался тут можно сделать другой обычный то есть другой на пять процентов даже на четыре процента или же использовать что-нибудь там новенькая допустим я не использовал закрученный то есть закручены как видите достаточно тоже интересна спроса закручивается текст ничего сложного тут думаю тоже нету если вам понравился самый видеоролик конечно же не забудьте поставить лайк и подписаться на мой канал я постарался раскрыть эту тему более детальнее надеюсь у меня это получилось но если не получилось пишите в комментариях я вам постараюсь объяснить что к чему но он там все с вами был про геймеров стену новых встреч друзья увидимся в следующем видеоролике всем пока